Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы с вами будем кушать. И что же мы сегодня будем кушать? Это вот такие вот очень аппетитные наггетсы маминого приготовления. Рецепт будет на канале iCook, только не сразу. Мне нужно его смонтировать, а мама сегодня утром уехала. Я сейчас подробно все это расскажу. Поэтому рецепт сразу не ждите. Получилось очень-очень вкусно. Здесь 5 наггетсов, здесь одна упаковка лапши. Корейская морковка, с которой я уже всех уже достала, наверное. Просто мне она настолько нравится, что я прошу маму приготовить опять и опять. Я в лапшу не добавляла соус, который идет в комплекте. Это доширак, по-моему. Потому что говорят, что он типа вредный и все такое. Я просто добавила соль и все равно очень вкусно. А еще здесь у меня кофе. Кофе 3 в 1 обожаю просто. Это как мама издевается надо мной. Говорит, сначала пьешь воду с лимоном, а затем запиваешь это кофе и шоколадом. Красный перчик. Сегодня у меня были абсолютно другие планы, нежели что произошло со мной. В общем, мама сегодня должна была уехать, вернее, уехала в деревню. Ей нужно было ехать в деревню из-за оформления кое-каких документов. Так вот, на полпути они вспомнили, что, оказывается, документы остались дома. И мама звонит мне. Говорит, айка, кажись, я документы дома забыла. И вот прямо на этом месте лежала папка с документами. Я маме говорю, не переживай. Скажи, где вы находитесь, я приду туда. Мама сказала, что в городе пробки, и возвращаться им будет долго, давай я буду идти им навстречу. Но тут, ребята, такая дилемма. И я-то приду к ним навстречу, но где мы встретимся, вот в чем вопрос. Я не уточнила, и я так боялась, что мы разомнемся, или как это? Ну, то есть, они приедут чуть ближе к нашему дому, а я уеду чуть дальше. И опять мы там будем искать их. Я, значит, вышла из дома просто со скоростью света, как истребитель. Направляюсь в их сторону. Уже полпути прошла. Звоню маме. Она не берет. А все, почему? Потому что в машине «Рыкадачка-да-ра-ка-да-чка-да-ра-ка-да-чка-да-баум». А я сонная встала. Такой холод. Ладно, у меня минусовая температура была. Было плюс, я скажу вам, сколько. Ну, плюс 5, наверное, 7 где-то. Если была минусовая, я вообще бы из дома не вышла, ребята. Минус это опасно здесь. Минус это заболеть можно. Ну, в общем, холодно на улице. И фишка в том, что я не могу их найти. Вернее, я не знаю, куда мне идти. Я стою на месте. Наконец-то они увидели мои 30 пропущенных вызовов. Перезвонили. Вот такая вот история сегодня со мной приключилась. Я решила по дороге не терять время. Купила тортик, который вам показал в инстаграме. Спросила у вас, какой брать. Почему-то все ответили на историю, лучше брать красный. А я хотела, кстати, шоколадный брать. Ну, мне, в принципе, без разницы. Какие вкусные наггетсы, ребята. Это в 100 раз лучше, чем в Макдональдсе. Обязательно попробуйте приготовить. На мамином канале обязательно выйдет рецепт, но не сразу. Это видео выйдет прям сегодня. О рецепте, я думаю, что завтра, может, послезавтра. В общем, боюсь что-то обещать. Потом вдруг не уложусь. Потому что я еще хочу снять тортик. В принципе, так, если честно, я знаю, что тортик особо просмотров не наберет. Но я думаю, что надо какое-то разнообразие тоже. То есть, почему-то вот что-то такое вкусное больше набирает просмотров, нежели сладкое. Наверное, любителей сладкого не так много среди моих подписчиков. А еще. Я подружилась со своей подписчицей. Реночка, тебе огромный привет. Оказывается, так много клевых девчонок среди моих подписчиц. Знаете, как получилось? Она мне писала в директ. Я вроде как бы не отвечала. Не потому, что я не хотела ответить. Я просто не видела ее сообщение. Мне вообще не приходят уведомления в инстаграме. Я отключила. В общем, и потом она мне написала на почту, что Айка, я твоя подписчица, давай общаться. Меня зовут Рена и так далее. Мы начали общаться. И реально настолько интересный человек. Настолько мне близок по духу. Не знаю, я прям чувствую, что мы с ней сдружимся. А еще, ребята, если я сделаю конкурс в видео с подписчиком. То есть, будет конкурс, кто выиграет, тот получит возможность вместе со мной снять видео. Заодно пропиарить свой инстаграм. Я расскажу все тонкости ютуба, как что делать, как начать блогерство и так далее. В общем, среди вас, если есть желающие снять со мной совместное видео, поучаствовать в этом конкурсе, то обязательно пишите в комментариях. Это еще не точно. Я еще не выбрала, как что будет. Но идея такая есть. И она есть уже достаточно давно. То есть, это будет видео с подписчицей. Нет никаких возрастных ограничений, даже если тебе 13-12 лет. Ты можешь поучаствовать и выиграть. Это просто обалденные наггетсы. Это просто лучшие наггетсы в моей жизни. И причем домашние. Ты знаешь, что это не вредно. В покупных непонятно, что туда надобавляли. И давайте немного поотвечаю на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Давайте, чтобы было честно, отвечу на первый вопрос, который вообще задали после того, как я поставила этот пост. Итак, первый вопрос от Алины Лубяниной. Алиночка, тебе огромный привет. Спасибо, что смотришь. Мне реально безумно приятно. Спасибо, что в инстаграме участвуешь в вопросах. Как ты относишься к детям? Хотела бы работать в этой сфере. Я к детям отношусь просто замечательно. Я не понимаю людей, которые агрессируют как-то на детей. Либо как-то оскорбляют детей. Не знаю. Я смотрела как-то передачу Малахова. Там одна дама, типа блогер. И она в своем инстасторис говорит о том, что детей надо утопить. Она просто пошла в какой-то комплекс отдыхать. И там дети плачут. Но это дети инвалиды. То есть завтра у тебя тоже, не дай бог, может быть такой ребенок. И я считаю, что как-то агрессировать или плохо отзываться о детях, это неправильно. Я просто считаю, что некоторые родители как бы слишком не строго относятся к своим детям. Но это опять же вина не детей, а родителей, я считаю. То есть они много чего позволяют своим детям. Они не делают замечания, где нужно бы делать. А детей я просто обожаю. Особенно маленьких девочек. И особенно в последнее время. Я просто умиляюсь над милотой девочек. Конечно, мальчики тоже это хорошо. Но не знаю, я бы очень хотела дочку. Так вот, возвращаясь к вопросу. Несмотря на то, что я очень люблю детей, я бы не хотела работать преподавателем или учительницей. Ну, в общем, в сфере детей работать я бы не хотела. Я могу это объяснить, почему. Потому что у меня очень мягкий характер. Мне кажется, дети просто начнут издеваться надо мной. У нас, знаете, одна учительница была по-английскому, да? И на 23 февраля, я, по-моему, рассказывала эту историю. Но если рассказывала, слушайте еще раз. В общем, на 23 февраля мы мальчикам подарили эти дейзики. В общем, не парфюм, а дезодорант. Я не знаю, как правильно он называется, но в общем. У нас была учительница по-английскому. Знаете, такая мягкая, милая. Не делала, знаете, особо так замечания детям. Ну, не была строгой, так скажем. И наши мальчики окружили эту учительницу. Встали вокруг и начали ее вот этими вот дезиками чуть ли не... До состояния того, что она задохнется, начали ее обливать вот этими дезиками. Так вот, это все вина учительницы, я считаю, прежде всего. Она не смогла себя поставить. Я вот думаю, что я бы тоже не смогла себя поставить перед учениками. Я более такая мягкая. Я даже думаю, что с детьми тоже надо быть построже, но получится ли это у меня? Вот моя тетя, она учительница. Работала где-то, наверное, около 40 лет. Учительница младших классов. И хотя она тоже... Достаточно с мягким характером, но она очень хорошо справлялась со всем этим. Но я не представляю себя, ребята. Меня бы, наверное, обкидали бы камнями. Каждый раз издевались бы надо мной. Включали бы музыку на последнем парте. Я даже, когда училась, наверное, в пятом классе или в шестом, была старостой класса, и то я не могла управлять этим классом. Получить какие-то задания. Учительница говорила, что все принесли доклад. Проследи за этим. Как проследить, я аж боюсь. Хотя я работала помощником директора. Это все-таки управляющая должность. И там просто были взрослые, да. И с взрослыми можно как-то жестко, там, не знаю. Взрослому человеку говорить, что так нельзя. И он не делает, да. А дети немножко сложнее. Дети настолько милые, что я, если честно, боюсь сделать им какое-то замечание. Поэтому так. Ребята, как это было вкусно. Это просто идеальное сочетание. Там, кстати, еще наггетсы остались. Пойду доедать. В общем, как-то так. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вам не трудно. Если хотите поддержать мой канал, порекомендуйте его своим друзьям. Мне будет безумно приятно. Спасибо вам огромное, что с такой скоростью подписываетесь на меня. Что пишете так много хороших комментариев. Реально, я в последнее время в шоке. Не знаю, почему. Но даже хейтеры ко мне в последнее время относятся очень хорошо. И я делаю вывод с этого. Нужно быть собой. Прежде всего, нужно быть собой. Не надо никого из себя строить. Вот, если говорить честно, вот, например, да, я сяду и скажу, давайте покушаем, да, немножечко, да. Это я буду не я. А если я вот сяду и скажу, пожрем, ребята, это уже я. Хоть кому-то нравится, хоть кому-то не нравится. Но я внутри такая. Вот я ничего не могу с собой поделать. И в последнее время я просто на видео сама собой. Являюсь самой собой. В общем, как-то так. Спасибо вам огромное. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока.